На немецком интернет-аукционе eBay выставили на продажу двух младенцев. Необычный лот обнаружила жительница города Хаген, которая сразу же обратилась в управление по защите детей. Кроме того, администрация ресурса получила около 20 жалоб от пользователей. Через 45 минут после размещения объявление удалили. Полиция начала расследование инцидента. Это Точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. О том, что студенты при написании курсовых и дипломных привлекают к помощи интернета, факт общеизвестный. Но чтобы фирма полностью скачала для заказчика исследования сети, такое встречается реже. Эта история берет свое начало в декабре 2010 года, когда фирма из Йошкаралы заключила договор с партнерской компанией из Казани, чтобы та провела исследование рынка оливкового масла. И сумму в 599 тысяч рублей перевели на счет казанской фирмы в качестве оплаты. В этот же день эта фирма заключила договор подряда с другой компанией и передала ей всю сумму как исполнителю. По версии следователей прокуратуры Татарстана, этих денег хватило, чтобы скачать готовые исследования из интернета и передать его заказчику. Причем предоставленная информация, по мнению следствия, не соответствовала действительности и носила заведомо ложный характер. Теперь против директора, подсунувшего фальшивые исследования, возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Ведь согласитесь, платить 600 тысяч рублей за кипу бумаг с информацией, скачанной из интернета, весьма дорогое удовольствие. Количество пользователей сети интернет на территории Йога-области в 2012 году по прогнозам вырастет на 20% за счет прокладки высокоскоростных линий связи в отдаленные районы и повсеместного открытия курсов компьютерной грамотности. Об этом губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил в интервью российской газете. Мы стремимся к тому, чтобы регион оставался привлекательным для молодых людей, чтобы они к нам приезжали учиться, работать и отдыхать. Молодежь все больше времени проводит в глобальной сети. Общедоступный Wi-Fi – один из способов притяжения. По мнению главы региона, беспроводной доступ в сеть интернет можно обеспечить в популярных общественных местах, на главных площадях, в парках, скверах, а также в библиотеках и вузах Тюмени. Аналогично в центрах других муниципальных образований. Это удивительное творение принадлежит корейскому художнику из Сеула Урам Цою. Кинетическая скульптура была представлена в Нью-Йоркском музее азиатской культуры. Основная тема работ художника – трансформация и преобразование биологических организмов в процессе полета и передвижения. С помощью новых технологий ЦОИ достигает того, что пространство галереи начинает напоминать гастроли доисторических экспонатов в музеях естественных наук. Помимо чистой механики в своих кинетических скульптурах, художник использует тепло и светочувствительные материалы, что добавляет объектам и движению в них сложности. Это была программа «Точнее, Ру» и в конце наше традиционное видео. «Точнее, Ру» и в конце наше традиционное видео. Субтитры создавал DimaTorzok